Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивьена! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, дорогие мои гости канала! И здравствуйте все, кто первый раз зашел на канал! Канал у нас добрый, гармоничный, с общими раскладами, с онлайн-чистками, с онлайн-медитациями. Все, что пригодится в вашей жизни. И если вы по ленте вдруг увидели этот расклад, это высшие силы вам говорят, нажми, ты здесь что-то узнаешь. Это подсказка от высших сил, от ангелов. Нажми, ты здесь что-то узнаешь. Здесь у нас канал добрый, здесь у нас свет и чистота. Улыбайтесь, радуйтесь жизни каждому дню. Светлые мысли дают светлый путь в жизни. А горестные, мстительные, завистливые, эти мысли все идут в никуда. И жизнь становится серой, мрачной, с проблемами ни карьеры, ни материальных благ, ни личных отношений. Все дают наши мысли, даже не мысли, а эмоции. Эмоции управляют этим миром. И закон притяжения существует. Мы притягиваем все то, что мы чувствуем эмоционально. Сегодня у нас будет такой расклад на этом канале. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы он был темный. Подписывайтесь на второй канал Ведунья Вивиена. Также подписывайтесь в группу Facebook, в страницу ВКонтакте, в Яндекс.Эфир. Пожалуйста, все ссылки мои и все мои контакты под видео. Кому нужны личные расклады, то, пожалуйста, мой контактный номер у вас перед глазами, а также под видео и в закрепленном комментарии. А сегодня у нас будет вот такой расклад. Что будет, если мы помиримся? И на что он надеется тогда в наших отношениях? Вообще, на что он надеется? И что будет? После видео я немного вам расскажу о психологии отношений и восстановлении отношений. Кому надо, тот послушает. А теперь начинаем. Вот карты мои известные, которые говорят об отношениях. Мы на них тоже посмотрим. И сначала мы начнем с чего? Мы начнем с того, какой у нас мужчина. Думаю, с каких карт начать. Вот с этих. Я всегда смотрю сначала на картах Ленорман. Характеристику человека или мужчины. Какой у нас мужчина. Что у него сейчас? Какой он сейчас? Смотрим на него. А вышли вы. Ой. Да, действительно, кто смотрит этот расклад, здесь действительно или расставание, или ссора произошла, и здесь действительно мертвый сезон. Это вы, как снежная королева, как вершина Эверест, который только смелые могут дойти до этой вершины Эверест. И вот первое вышли вы, понимаете, вышли вы, и что с вами действительно, или в отношениях что-то творится, такой вот холодность, манипуляции, но он понимает, что вы действительно снежная королева. Это вершина горы Казбеки, вершины Эверест. И что действительно тут торможение очень сильное. Что случилось? Он думает о вас, прям сразу вышло. Могу сказать, что мужчина о вас думает, и мужчина очень на данный момент, вот почему-то сегодня, может, вчера у него был бурный день какой-нибудь, может быть, он выпил, и у него, знаете как, что вы как недостижимая звезда, но его так тянет к вам сексуально. А он чувствует, что до вас как бы и не добраться, вот он вас не может расколоть. Вы действительно такая льдинка, айсберг, орешек твердый. Мужчина думает, что у него, он думает о вас, вот мы смотрим, что у него сегодня, а у него мысли о вас сегодня. Что с мужчиной еще? Какой он у нас мужчина? Ну да, тут идет тормоз в отношениях. Есть другая женщина, есть третьи лица, это может быть, как я говорю, это может быть и соперница, это может быть и мама, и тетя, и сестра, которая дает тормоз. Который держит его около себя любыми способами, как собачку на поводке. Вот что у него сейчас, давайте еще посмотрим. А он думает о вас. Так, давайте еще вот просто одну карту положу, потом эти карты отложим туда дальше. Что у мужчины, вот какой мужчины, и что у него сейчас? Могу сказать, что мужчина в вас влюблен. И, возможно, у вас ваши отношения прервались, или конфликт, или что-то происходит, потому что здесь была неверность. Здесь мужчина очень любит женские сердца, и кое-что между женских ножек. Очень мужчина такой бабник, что ли, похожий. Но есть женщина, которая около себя его держит. Третьи лица есть, которые дают ступор. И он это понимает, а он влюблен. Он внутренне понимает, что он в вас влюблен. Что у мужчины сейчас? Возможно, вы где-то на расстоянии, и он ощущает это. Вот что без вас ему как бы жизнь не мила стала. У некоторых это будет расстояние, у некоторых это будет просто ситуация, что кто-то разошелся, у кого-то какая-то ссора, у кого-то какой-то конфликт. И он сейчас себя чувствует очень одиноким. Его дом, его жизнь очень одинока без вас. Вот такая характеристика мужчины на сегодняшний момент. Если сходится, то смотрим дальше. Сейчас я это перенесу сюда, чтобы нам не мешало. И будем дальше смотреть. Расклад общий на другом канале тоже видео вышло. Пожалуйста, смотрите. Это мы отложим. Ему очень тоскливо без вас. И не важно, с кем он живет, как он живет. Это в его душе, это у него внутри. Хорошо, теперь начнем смотреть, что будет, если вы помиритесь. И на что он надеется. Что будет, если вы помиритесь? Если вы восстановите отношения, растопите лед, который между вами. Видите, какая огромная гора ледяная между вами. Что будет? Начинаем смотреть. Сначала давайте посмотрим, какой он видит вас вообще. Вот видит сейчас вас, какой. Знаете, отношения были, могу сказать, что отношения с вами были не один день. У многих отношения были действительно долгие. Может быть, кто-то и состоит и в браке сейчас, и в отношениях. Какой он видит вас? Он видит вас, женщину, очень сильную, и которая умеет хранить тепло в очаге, умеет из топора кашу сварить, из всего. И умеет быть очень верной советницей. Умеет разговаривать, умеет дать энергию, вы сила, какой он видит вас. И вы такая, вот понимаете, вас никакие жизненные неурядицы вас не ломают. Давайте вот сюда тогда поставлю прям эту карту, что он видит вас, женщину силы. Он видит вас, женщину силы. Так, какой он вас еще видит? Он вас боится. Он вас боится. Знаете, какой он еще видит вас? Он видит вас с той женщиной, которая может сама добиться того, чего хочет. Она может сама притянуть к себе сильных мужчин или послать. И может сама добиваться того, чего она желает, то есть чего вы желаете. Давайте теперь будем смотреть, что будет, если вы помиритесь, и что это будет в отношениях. Ну, могу сказать, что этот мужчина, он прям, вот хоть ему хоть 70 лет, хоть ему 20. Он мальчик, который, еще мальчик, который любит деньги, который любит, любит что-то тайное. У него все время какое-то внутреннее тайное, тайные желания, тайные. И внутри у него тайные желания. Вот что будет, если вы помиритесь? Он еще не вырос. Так вот, видите, в этих красненьких штанишках, коротеньких, так и бегает. А желает, чтобы все было только по его. По его сценарию, по его действиям. Только так, как он хочет и как он желает. Что будет, если вы помиритесь? Ага. Я вам могу сказать, чувства у него есть. У него какие чувства к вам? Вы прямо его раздираете. Он видит в вас женщину силой. Он видит в вас женщину-мать. Он видит в вас женщину-любовницу. Женщину такую притягательную. А что будет? Да, он видит в вас действительно женщину. А что будет? Понимаете, могу сказать, мужчина очень любит деньги. Но мужчина жадноватый. Просто так не выбросит деньги на ветер. Просто так не выбросит деньги на ветер. И также будут треугольники. Если он куда-то поедет, там чего-то завертит, еще где-то. То есть вот его тянет к вам. У него чувства есть. Но он такой, что ему нужны всегда какие-то тайные-тайные какие-то встречи. Что-то такое. У него всегда будут треугольники. И он немного жадноват. Он сначала будет говорить, да, я тебе открою душу и сердце. Вот как маленький мальчик. Я все. А потом опять станет тем же королем жезлом, королем мечей, который делает только так, как он желает. И никак иначе. Давайте смотреть другое. Давайте теперь посмотрим. Это вот мы смотрим, что будет, видите. То есть если вы согласны на такие отношения, то да. То есть он все равно потом сначала будет признаваться в любви, А потом побежит треугольник. Треугольники, шестигранники. Что угодно. Мальчик в коротеньких штанишках. Еще вот он своим перлам не наигрался. Не наигрался. И сначала будет говорить, я тебе подарю всю вселенную. Я тебе накуплю острова. Я тебе все. А потом будет давать по одной монете на конфетку. Все. Он жадноватый. Поэтому смотрите. Мужчина очень желает вас. И если вы поругались или вы на расстоянии, он очень желает примириться. Возможно, он может писать. Вам уже кому-то пишет, кому-то нет. Но это в его мысли. А вот давайте посмотрим. А любит ли он вас? Любит ли он вас? То, что чувства у него есть, это да. Он вас очень хочет как женщину. Вы объект женщины. Да, у некоторых действительно расстояние. Или вы поругались. И действительно здесь такой конфликт. У многих произошел очень серьезный конфликт. Очень серьезный конфликт. Вот я говорю, любит ли он вас? А тут идет. Произошел очень серьезный конфликт. Давно, сейчас, близко. Не важно. Но у мужчины такое, а как я теперь после этого приму какое-то решение, чтобы выйти из этого конфликта. Чтобы с вами сблизиться. А он очень хочет сблизиться. У него желание быть с вами, иметь близость с вами. Ну просто все прям с ума сходит. Все везде опухло. Любит ли он вас? Ну, он вас очень желает сексуально. Чувства у него есть. Чувства у него есть. И знаете, он вас считает. Вот видите, как вышло. Там есть какая-то женщина. Но он вас считает, что вы та женщина, которая может стать его императрицей. Его женой. Или вы есть жена на самом деле. Потому что расклад общий. Вот себя интерпретируйте. У некоторых действительно расстояние. Человек очень желает к вам. Но на данный момент у него... Вот знаете, иногда он думает, ну, к ней не подобраться. Или я ее не достоин. Как она себя ведет. Ну, действительно, Екатерина вторая, Екатерина первая. Королева Англии прям какая. И у него еще такое, понимаете, он скудноват, жадноват. И у него на данный момент он считает, что... А у меня, наверное, не хватит средств, чтобы ее содержать. Слишком она хороша. Хотя сам любит и одеваться красиво. И кроссовочки, и одежда, чтобы на нем была прям... Не какая-нибудь сшитая в подвале. Чувства у него к вам очень есть. Но он, говорю, у него такой страх. Он так вас желает. Он вас желает сексуально. Но он не знает, как разрешить эту ситуацию. Потому что трусоват и слабоват. И придумывает себе разные вот как бы отговорки. Вот как помириться? А вдруг она меня отошьет? А вдруг она чего-то от меня потребует? А у меня на это вот не хватает денег? А вдруг, а вдруг... Вы понимаете, человек все время так вот на качелях качается. Ну, не может принимать решение правильное. Но к вам очень-очень-очень жаждет. Это мы посмотрели, любит ли он вас. И сейчас мы посмотрим, какие у него чувства на данный момент к вам. Какие чувства у него к вам. Ну да, вот я вам сказала, что он действительно, он очень боится почему-то, что на вас очень много надо потратить энергии и денег. Потому что вы очень яркая личность. И на вас очень много надо потратить. А у него столько нет. И еще есть второй вариант в этом, что если вы очень сильная и самодостаточная женщина, он бы очень хорошо воспользовался вашими благами для себя. А чувства есть. Ну, такой, знаете, тут прям четкий такой какой-то манипуляторщик, даже не нарцисс. Здесь вот как-то идет манипулятор у некоторых альфонсо. Вот еще поживиться, не только энергию забрать вашу, но еще и поживиться тому, чего у вас есть. У кого-то денежек попросить, у кого-то знания взять, у кого-то связи. У всех же разное. Выгодник, выгодник, выгодник. Понимаете, он сначала вам опять вскружит голову, какая-то императрица. А потом начнет жадничать или вас потихоньку обворовывать. И эмоционально, и энергетически, и многих материально. Будьте осторожны. Поэтому чувства-то у человека есть, а то, что он говорит, что будет после примирения, вот что и будет, то, что и было. Только недельки через две, ну, в крайнем случае, через месяц. Все придет на круги своя. Хорошо, давайте посмотрим. Теперь на этих картах посмотрим. На что он вообще надеется, ваших одноклассников? Вот вас он видит действительно императрицей, очень сильной женщиной, которой не подойдешь, не подойдешь, не добежишься к сразу. И он не знает, как с вами примириться. А он очень хотел бы, вы ему очень выгодны. Выгодны. Потому что вы даете ему и душу, и тело, и многие, и деньги заодно. И материальные блага. А на что он надеется? Вот что он хочет восстановить отношения? Он очень хочет восстановить отношения. Да, тут есть какие-то третьи лица, третья женщина, есть еще какая-то женщина. Он очень вас сексуально хочет. А на что он надеется, если он восстановит отношения с вами? На что он надеется? Ага, ну вы звезда, звезда, от которой сразу... Ах, вот она. Сейчас посмотрим, на что он надеется в ваших отношениях. Да, он очень хочет вернуть. Он хочет вернуть эти ваши отношения. Он хочет или у кого-то помириться, или конфликт этот, чтобы ушел, или недомолвки какие-то, недоразумения. Но на что он надеется, что он все-таки растопит вас. То есть вы такая далекая звезда. Или он до вас дойдет, или эту звезду ледяную он растопит. Что опять будет, как раньше, вот такой вот кайф, что его ублажают, радуются, фейерверк эмоций. Вот ему нужен этот фейерверк эмоций. Вот ему нужен этот фейерверк эмоций. На что... Это он надеется на то, что он опять будет фейерверк эмоций от вас. На что он еще надеется, если восстановится отношение? На что? Что будет? Я не могу. Ну, мужчинка тут хорош-то. Ну, хорош. Правда, смеюсь. Он надеется на то, что он опять вам будет лапшу на уши вешать. Показывать, что будут праздники, что вы как подарок, любовь, а он будет вами манипулировать. Ему же очень нужна ваша сила. Хорошо, давайте так посмотрим еще, на что он надеется в ваших отношениях. На что он надеется? Что он будет показывать, какой он состоятельный. Что он вам будет по копеечке в день выдавать. Что он будет вами манипулировать и в отношениях... В деньгах. Так, вот, на что он надеется? На что он еще надеется? Ну, он же себя считает, он себя считает таким... Я все могу, я управляю женщинами, я все могу. На что он еще надеется? А, и знаете, на что он надеется? Он надеется, что вы будете решать его трудности, а он будет вами манипулировать. Ему тяжело одному-то, тяжело. Вот вы давали такую энергию, энергию секса, энергию денег, энергию силы. Вот он на это надеется. Вот он на это надеется. Так. Да, и он очень желает к вашим берегам. А как там будет, он уже потом подумает. Он говорит, я потом подумаю. Ну, тут с такой червоточиной мужчинка. Мужчинка, который хочет и нашим, и вашим, и здесь, чтобы все было нормальненько, и с вами было, чтобы все нормальненько. И чтобы вы его ублажали, и лизали ему и попу, и его прекрасные шарики. А он переложит часть обязанностей на вас и будет манипулировать. Вот понимаете, он надеется, что все восстановится так же, как было. Что вы его дождетесь с радостью, с распростертыми объятиями. Примите. Он сначала вам всего наобещает. Он так прям говорит, да, все, прям рай у нас будет в шалаше. Потому что, видите, ну дом такой, рай. Ну вот как-то тут здания нету еще пока. Сейчас, что мы посмотрим. Сейчас хочу вот так посмотреть. На что он надеется в отношениях с вами? Он хочет помириться, он хочет вас... На что он еще надеется? Ну говорю, он же знает, что вы женщина силы. На что он надеется, да? Что вы женщина силы. И он вас боится. Потому что, вот видите, на что он надеется. Он боится, да. Он очень хочет вперед. Он очень жаждет вас сексуально. Но он боится, что вы как долбанете. Как долбанете, как взрыв. И пошлете его куда подальше. Как мечом долбанете, и все взорвется. Вот он надеется, он очень вас жаждет. Но он очень боится вас, что вы его пошлете. Но тут на самом деле человек-манипуляторщик. Такой эгоист по своей природе. Где бы мне чего? Чего бы да мне выиграть? Давайте еще посмотрим. А поймет ли он то, что вот он совершал ошибки по отношению к вам? По отношению к другим женщинам? Потому что он очень любит женщин. Он бабник. Просто по своей сути бабник. Бабники бывают и интернетские. Это тоже бабники. Это тоже бабники. Потому что они, видя беседы, кое-что и делают. Называется это... Вы поняли, что? И мужчины это делают. И так себя развлекают. Это тоже, это тоже измена. Потому что это то же самое, что посмотреть какие-то программы эротического характера. Ну, я так говорю, чтобы не заблокировали видео. Говорю просто таким вот словом мягким. Эротические видео. Возбуждая себя. Так, что... Вот видите, он очень боится вас, что вы его пошлете. Но он очень жаждет. И все-таки, что он будет предпринимать? Да, он о себе заявит. Потому что вы его очень притягиваете. Ну, конечно, вы королева красоты. Ну, и все, вы... И он будет, понимаете... Вот видите, он считает, что это вы его королева. И вы ему нужны для того, чтобы поднимать его вверх. И он считает, что вы пара. Понимаете, если вы можете такие отношения терпеть, то, пожалуйста, восстанавливайте. Он хочет. Но он будет и дальше манипулировать вами. Он и дальше будет манипулировать вами ради выгоды своей. Потому что вы даете ему энергию жизни. Вы даете ему энергию жизни. А потом опять качели. И на вас он будет перекладывать свои какие-то трудности. Вы будете эти трудности решать за него. Ну, такой мужчина. Хотя он... Вот у многих выйдет, что мужчина, который любит работать и может зарабатывать деньги. Не совсем Альфонс. Но если можно что-то где-то взять, урвать, он урвет. А чего ж не взять-то? Ну, я же... Я же тебе даю радость. Я же даю тебе ночные... Ночные такие вот приключения. Я же тебе даю. Ну, значит, и ты мне давай, пожалуйста. Вот очень такой мужчина. Он почему-то считает, что женщина не просто для удовольствия, а из женщины можно еще что-то взять. И сейчас очень многие мужчины на сегодняшний момент именно такие. Мужчины... Кто меня смотрит? Вспомните, вы мужчины. Это женщина за вашей спиной, когда она выходит замуж. За мужем, как за стеной. Вспомните это. Эта женщина опирается на ваши плечи, потому что женщина – это шея, а мужчина – голова. Куда шея повернет, туда и голова. Помните об этом. Так. И будет ли он действовать? То есть он очень хочет помириться, но боится вас как огня, потому что вы слишком для него хороши и далеки. Ну, у многих, да, действовать будет. Вы знаете как? Он опять, говорю, точно так же будет действовать. Он может написать, притянуть, как дела, опять куда-то скрыться. То есть, понимаете, как колесо фортуны. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. У многих он и напишет, и о себе заявит. Но дальше будет он действовать, да, и дальше будут опять те же качели. Вот понимаете, вот я расклад заканчиваю, просто вам говорю, что сначала он опять вам «Я подарю тебе всю Вселенную, а потом будет точно так же манипулировать». И его очень интересует именно благо, которое вы даете, эмоциональные, энергетические, денежные, финансовые ваши связи. У кого что, понимаете? Ваш бизнес. Его это очень привлекает. И то, что вы такая сильная. Здесь женщина не сильная, здесь женщина хитро-вымудренная, которая держит его. А вы как айсберг в океане. На вершину айсберга трудно добраться или растопить этот айсберг. Он это понимает. На вас просто, на собаке не подъедешь, на какой-нибудь, на хромой. Давайте посмотрим все-таки, вот ему чувства сейчас еще посмотрим, все-таки, какие чувства у него к вам? Вот любит ли он вас на самом деле? Вот в том отношении, как мы женщины понимаем. У мужчин любовь совсем другая. Да, вы приносите ему радость, ему нравится. И он прекрасно знает, что не конец, тут действительно не конец отношениям. Даже если вы расстались и долго уже не общаетесь, тут внутренний, энергетический, не конец отношений. И любит ли он вас? Да, вы приносите ему радость. Вы приносите ему, вот как на путстве перед битвой воин удается. И теперь давайте посмотрим, а какие чувства все-таки, какие чувства? Вот сейчас у него есть, и посмотрим, а что будет после примирения? Вот просто по этим картам. Сейчас какие у него чувства к вам? Сейчас он, да, видит перемены. И он желает перемены к лучшему. Вот у него чувства действительно есть, и он пытается с вами сблизиться. Хорошо, а после, например, как вы помиритесь где-то, там через месяц, чуть может быть, ну кого две недели обычно, через месяц, как через полгода, что он будет чувствовать к вам? Так, у меня карта перевернулась, еще раз. Что через месяц будет чувствовать к вам? А через месяц он получит от вас ваше благополучие. У кого-то, может быть, даже дети родятся, у кого-то они есть. Он возьмет это, то благополучие, за которым он к вам придет на примирение. А что будет через полгода? А через полгода будет якорь, стабильность, серость, опять придет все к тому же. И то есть все опять будет серо. Он будет так же делать, как и было раньше. Да, он почему-то посредством вас, вот понимаете, нет таких чувств, вот именно сердечных, он посредством вас хочет подняться выше, потому что вы даете ему вот эту женскую силу. То есть вы как богатая невеста. Это не обязательно, что вы богатая невеста. Может быть и богатая невеста. Если бы он нашел бы очень богатую невесту, он сюда все поменял, но пошел бы к ней. Но он через вас, вот у кого-то через энергетическую силу, у кого-то через связи, у кого-то через ваших родителей, он понимает, что он может достичь материальных благ. Вот почему он хочет помириться. А дальше будет все точно так же. Тут очень хитро выдуман мальчик, очень хитро выдуманный мужчина. Он за материальные блага, как я говорю, душу продаст. А любовных таких карт нет. То, что чувства у него есть, да, чувства у него есть. А какие чувства? А чувства у него больше физиологические, и вот тянет к вам невозможно. Вы сильная женщина, вы такая. И он хочет, вот как в первый раз, когда вот только познакомились, вот этот взрыв был на макаронной фабрике. И он хочет, чтобы вы опять дали это море эмоций. Ураган. Шторм такой на море. И он знает, что вы эту энергию ему можете дать, и он от этой энергии станет опять получать материальные блага. Или от вас получать, воровать. Или вы будете давать ему энергию, которая будет давать ему подъем по карьере, в бизнесе, в работе, везде. Вот такой был расклад. А теперь хочу вот с вами поговорить об этих возвратах. Расклад у нас был такой. Кому подходит, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Пожалуйста, подписывайтесь. Ваш лайк – это оплата за мой труд вам здесь в Ютубе. За все нужно платить. Вам же никто булочку в магазине не даст без денег. То есть всегда энергообмен. Вот ваш лайк – это энергообмен между вами и нами. Те, кто у меня долгие подписчики, знают, что я своим голосом восстанавливаю ваши отношения, восстанавливаю вашу энергетику. Я чищу. Я действительно гипноэзотерик. И голосом я могу счищать негативы. Смотрите мои чистки онлайн. Записывайтесь, кому нужны чистки, кому нужны ритуалы на открытие дорог, различные такие ритуалы, которые помогают в вашей жизни. Подписывайтесь на все каналы Facebook, Яндекс.Эфир, ВКонтакте. Пожалуйста. Что хочу вам сказать про отношения, про возвраты. Когда начинаются вот эти качели или когда предательство мужчина изменяет, ну, бывает, и женщина изменяет разные ситуации. И потом, нагулявшись, называется, решили вернуться. Иногда бывает, что возвращаются и к любовницам, возвращаются опять такие же отношения. Что при возврате? Всего 3% мужчин при возврате приходят именно по любви. 3%. Большинство приходят по определенной какой-то выгоди. Некоторые приходят, а, надо проверить, она меня еще любит. И мы проверим. Приходит, видит, что вы, опять у вас чувство, опять вам называется, на голову какашек насыпет и убежит. Есть мужчины, когда хотят возврата отношений, потому что им именно выгодны вы. Выгодны в чем? Материально я уже объясняла. Выгодны вы ему эмоционально. Возможно, у вас есть какие-то связи. Вы что-то имеете, ваши родители что-то имеют. И самое главное, что почему и психологи, я училась тоже, не рекомендуют возвращать отношения. Всего 1% из возвратных отношений имеет длительные, потом длительные отношения, когда у людей гармония. Или люди сходятся и живут потом каждый сам по себе через какое-то время. После возвратов человек, ну, нас нельзя вот так поменять. Мы те же. Через 2 недели, через 3 недели, это вот такой вот срок, примерно месяц, человек становится таким, каким он был. И ничего не изменяется. И опять начинаются те же качели, те же грабли. Если мужчина деспот, и он применял насилие по отношению к вам, вообще с ним не надо сходиться. Никогда он не исправится. Если мужчина не просто изменил там один раз с кем-то, а вообще гулящий, то одна, то другая, то третья, то еще какие-то, он так и будет дальше. Просто он будет делать это хитрее. Поэтому помните, думайте, зачем нужен возврат, когда жизнь наша такая короткая, но такая она радостная. И ведь придет на смену непонятно кому, кто вам все нервы, всю душу вытащил, все сердце наизнанку выдернул, что его уже промыли в проточной воде, обратно вставили, а оно все равно плачет, оно все равно не заживает. Зачем? Придет тот человек, который в вас действительно увидит, истинную женщину, королеву. Тут он видит королеву, от которой можно что-то получить. Увидит в вас действительно царицу. Не тратьте свою жизнь на пустые отношения, на манипуляторов, на нарциссов. Не тратьте на эти качели. Лучше там не будет. Лучше не будет. Начинается всегда все очень сказочно. Все сказочно, а заканчивается всегда трагично. Это и понятно. Такова жизнь. Но в каждых отношениях вообще все, что в жизни происходит, не просто так высшие силы нам дают, они дают, чтобы мы поднялись душою выше, познали эту радость жизни. Я желаю вам, чтобы вы притягивали в свою жизнь притяжением радостных эмоций именно замечательность в жизни, также в отношениях и материальные блага. Думайте о хорошем. Эмоционально воспринимайте это хорошее. И оно действительно случается. Представляйте эмоционально, например, хотите купить дом или квартиру? Представьте себя в этой квартире, как вы заходите, как вы радуетесь этим стенам, они еще пустые, вот вы их обнимаете. Эмоционально обязательно это произойдет. Вот это и есть гипноэзотерика, закон притяжения. Пока-пока. С вами была Вивьена. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ваши лайки. Вы оплачиваете вселенной за мою работу. Запомните, всегда должен быть энергообмен. За донаты большое спасибо, кто присылает донаты. Большое спасибо за подарки, которые вы мне присылаете. Большое спасибо. Пока-пока. До новых встреч. С вами была Вивьена.